Welcome, 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 английские комментаторы в преддверии супер игры. Как знаете, у Якубовича супер игра и на кону автомобиль. У нас будет сейчас играть команда Team Liquid против команды FNK. Фанатики сегодня одержали победу историческую над командой Kingzone. Kingzone, правда, после этой игры поржал. Немножко пинат у него брали интервью, спросили, как ты относишься к тому, что они победили. И он сказал, ну, вообще-то они должны были победить, они же у себя дома все же играют. Он сначала поржал, это было видно, как он очень долго смеялся с этого. А потом свою мысль довел до слушателей. И как раз вот он сказал, что фанатики должны были победить все же домашний чемпионат. И надо побеждать хоть одну игру-то. Нельзя же 0-3 заканчивать, 0-4 и так далее. Ну и теперь у них статистика 1-2. Ой, извините. Подождите, 1-2 же? Я что-то запутался. Да, все верно, 1-2. Три игры уже прошло, у них четвертая игра. 1-2 и 0-3 у команды Team Liquid, у которых сегодня замена. Олег расстроился вчерашнему поражению и сказал, что сегодня не хочет играть, не хочет он тянуть свою команду на дно. После чего ничего не осталось в команде Team Liquid, как объявить о замене саппорта. Но, правда, я смотрю, они ненадолго заменили саппорта. Вот он, Олег, сидит. Джои вышел на одну игру, проиграл эту игру. И Олегу, как английские комментаторы правильно подмечали, ну и я тоже об этом думал, отлегло от сердца. Знаете, ребят, самое страшное в такие моменты, когда ты чувствуешь, что ты плохо сыграл, но тебе никто этого не говорит. Все вот как-то это, знаете, про себя это сдержали, ну надо хоть чуть-чуть там сказать, ну что ты как лох сыграл. Ну ты такой, ну да, я как лох сыграл. Все, разошлись. А все молчали, я уверен, никто ничего не говорил. Все знали, что он сыграл хуже всех, но никто ничего не говорит. Это его подавило еще больше. И сегодня он взял отгул на первую игру. Но после этого отгула он увидел, что его команда без него сыграла еще хуже. Они проиграли точно так же игру, но вообще не было ни единого шанса, зацепок никаких не было. И у него немного отлегло от сердца в том смысле, что ну я уж лучше Джои точно. Так что лучше уж со мной будем проигрывать, чем без меня. На старые видосы я знаю, да, Алексей, пофигшу, не волнуйся. Времени не было. Ю, ЛЦС, фанатики-чемпионы, Норд Американ, ЛЦС, чемпионы Team Liquid встречаются друг с другом. Аутсайдеры этого турнира вместе во главе этого, конечно, идут все еще Team Liquid, но рядом с ними там Эвес Еспортс, которые уже проиграли сегодня свои игры. И теперь у них статистика одна победа, три поражения. И к ним либо присоединятся обе эти команды, если победит команда Team Liquid, либо фанатик оставит их там в одиночном, на пятом месте, а Team Liquid глубоко упадут на шестое такое уже, глубоко осядут на дне. И тины начнут порастать. Вообще, по ощущениям, мои фанатики выглядели посильнее. Даже учитывая, что Рэкл сыграл плохо, но дабллифт играл еще хуже. При этом по Белтер сыграл тех же чемпионов, что и Капс, и сыграл хуже их, чем Капс. Брокс и Эксмити примерно одинаково играли. А вот Би Випа переиграл сегодня, да и вчера переигрывал. Он вчера тоже Кана... Сегодня он Кана мучил, вчера он мучил... А кого он вчера мучил? Мучил кого-то. По-моему, Ханаби он вчера мучил, да, если я не ошибаюсь. В общем, были игры, где Би Випа заставлял гордиться тем, что все же не Суас на топе стоит. А я говорил, что Ликвиды будут на топ-3-2. Полностью с тобой соглашусь. Я так говорил по ощущениям плей-оффа. Если ты вспомнишь, я давал ремарку, всегда давал ремарку со словами, если патч 8.8 на них нормально положился. Но патч 8.8, видимо, лег на них неудачно. И сейчас для них самое важное сыграть именно так, как они должны играть. Я объясню еще кое-что. Команда Team Liquid приехала сначала в Корею и тренировалась на буткемпе Кореи. Так же, как вроде бы и Гамбит. И Гамбиты вроде тоже в Корее играли. Насчет этого 100% не уверен. Вроде они были в Корее. После чего команда Team Liquid переехала в Европу на этот чемпионат. Приехали они уже две недели назад. И тренировались все это время с турецкими командами и с командой Фанатик. В основном только с Фанатиками. Именно поэтому у них получилась такая стратегия, уже выпеканная, одинаковая относительно европейцев. То есть, те же самые Джины, те же самые Ясо, те же самые предпочтения джанглеров Олаф против Трандла. Это все то, что вот играли европейцы. Все это теперь играют американцы. А все, что играли американцы раньше, теперь периодически мы можем увидеть у команды Фанатик. Никаких Ауральян Солов, никаких сюрпризов американских, прям вот таких вот. Жаль, мы с вами пока не видим. И команда Team Liquid, так как тренировалась только с Фанатиками, должны уже знать все возможные фичи действия от команды ФНК. И должны на мотивации сейчас сыграть очень хорошо и победить. Я думаю, что они и победят, если честно. Хоть и выиграли фанатики сегодня Kingzone, но они выиграли не потому, что Kingzone-овцы были в максимальном своей готовности. Пенат сам сказал, что они сегодня массу ошибок делали. Они сейчас пойдут, он сказал, и дома будут разбирать все, что они там натворили. Потому что это были худшие их игры за все время. А и Пенат это признал сразу, ну и фанатики должны, конечно, радоваться, что они победили Kingzone. Но нельзя забывать, что Kingzone-овцы даже не старались. Такое впечатление было. Так что, а вот Team Liquid сейчас будут стараться. Нельзя заканчивать, конечно же, два дня со статистикой 0-4. Для американцев этот турнир пока идет совершенно не так, как хотелось бы. А ведь, если верить Double Leaf, то Team Liquid начали тренироваться к MSI еще во время 1-4 финала чемпионата Америки. Америки, когда они победили в 1-4 финала команду Cloud9. И после этого он сказал, все, теперь мы готовимся к чемпионату MSI. Больше соперников у нас нет. Так сказал Double Leaf. И относительно американского чемпионата он был прав. Соперников больше у них не оказалось. Они следующую игру, серию выиграли 3-0. И следующую серию выиграли 3-1. Проиграв всего одну игру и при этом Double Leaf за весь плей-офф, сыграв 9 игр, 10 игр, они же 3-1 победили, не умер ни разу. Даже учитывая, что они одну игру проиграли, он там тоже не умер. А вот в этом чемпионате он худший пока от Декерри, по моему мнению. Потому что Слей хотя бы что-то делает. У нас какая-то тут пауза произошла. Это Ютуб, тут иногда бывает такое. Давайте посмотрим на банной пике, как они проходят. У нас направленность команды фанатиков по топ-лейну. Очень жестко так топ-лейнера побили по импакту. Хотя в его чемпионов они толком не попали. Он сейчас любит как раз в Орне играть, и это они попали. Но Гампланка, я больше чем уверен, он бы не выпустил. И Ясу от Капса! Контр-пик есть у Побелтера. Возможность сыграть через контр-пик Побелтеру. А мы опять видим тот самый сетап двух щитков с танко-инициациями. И выбирает Дисенгейдж у нас. Побелтер хочет взять Азира против Ясу с откидыванием. Интересно. Хороший вопрос. Там идет Буджин. Назвал его. Если темликвиды не выйдут в плей-офф, а флэш-вульфы пройдут в финал, то на чемпионате мира будет две команды Норд-Америки и три ЛМС? Нет. Будет все равно три команды Американской лиги на чемпионате. Слот потерять, команда из Европы, из Америки, из Китая, из... Ну, три слота, в общем. Они могут потерять только при условии того, что Эвос Гейминг... Да какой, к черту, Гейминг? Эвос Еспортс займет позицию в финале. А при этом кто-то из этих команд будет на шестом месте. И вот та команда, которая будет на шестом месте, они предварительно потеряют слот. Только предварительно. Потому что еще будет Риф Тривелс, на котором они рейтинг свой могут вернуть. Риф Тривелс тоже влияет на рейтинг, ребят. У американцев в запасе очень много всего еще есть. Не забывайте, что они выиграли свой Риф Тривелс против европейцев. Поэтому для Эвосов, например, выгоднее как раз, чтобы европейцы оказались на последнем месте, а не американцы. Американцы заняли высшую позицию на чемпионате мира, чем европейцы в прошлом году. Опять же, это тоже невыгодно, соответственно, Эвосам, чтобы Тим Рикады сейчас были на последнем месте. Рейтинг есть у Риутов. И по этому рейтингу самый простой вариант, как потерять слот был какой-то из команд, это вот чтобы кто-то из вайлдкарт пробился в топ-6 и выбил из плей-оффа какую-то из этих команд. И тогда бы они отобрали слот для своего региона 2, а у вас тоже 2. Но такого не произошло. Ни одна вайлдкарт команда не пробилась, и теперь есть возможность у Эвосов, либо, конечно же, у ЛМС сделать себе больше слотов на чемпионате мира, но только при особых условиях. Им нужно выигрывать этот чемпионат. Им нужно, чтобы кто-то из более слабых регионов, ну, в данном случае, самый слабый считается Европа. Второй по слабости является как раз-таки Америка. Это по слабости, ну, вы поняли, как бы, самый слабый здесь все равно Вьетнам считается. У них 2 представителя на чемпионате мира. Но из тех, у кого 3 чемпионата мира представителя есть, вот об этом я имею в виду. Так что им выгоднее, чтобы Европа была на последнем месте. Но если они хотя бы займут 5 место, любая из этих европейских или американских команд, то ничего не будет. Как бы даже чемпионами МСА вы станете, это никак не повлияет на рейтинг. Такие дела. Ну, вот, кстати, интересно другое. Тут у нас какая-то дурацкая инвейт сторонами поменялась. Команда Team Liquid с фанатиками. Правда, Team Liquid сейчас заходит в свой лес, закидывают здесь и пропустили. Они как Team Liquid выходят, а фанатика из их леса, Team Liquid возвращается, чтобы их отзонить. Но там Браун уже к ушки кидает и не выпускает. Через этот куст, но зато выпускает через... Интересный момент, конечно, сейчас был в игре. Любопытный такой проход. Но флэш сняли, это уже хорошо. Хоть какое-то преимущество. Би Випа потерял флэш на линии. Кстати, можно будет его загангать. Олаф с Чигатом могут в начальном уроне, первые 3-4 левела, даже побить импакт. Импакт гонится за Би Випа. Би Випа лесорубом уже почти вернулся на линии. Но так вот, а я вернусь к мысли по поводу того, что задумался. Я надо это перепроверить. Эти данные у меня не проверены. Если Эвосы занимают шестое место в группе, а Флэш Вульфы занимают первое место в группе, и потом на Риф Тривелсе Флэш Вульфу выигрывают свой матч, допустим, корейцев и китайцев там кого-то победят и займут второе место, допустим, как минимум, очки заработают себе. А на Риф Тривелсе вьетнамцы проиграют СНГ и проиграют Турции. Не получится ли так, что вьетнамцы потеряют слот? А этот слот тогда автоматически достанется победителю MSI, ну и, соответственно, LMS региону. По-моему, так и должно будет произойти, но это надо перепроверить, надо будет перепрочитать правила. Но это когда уже будет Риф Тривелс, тогда я буду перечитывать. Сейчас об этом ничего не было написано. Гамбиты выиграли MSI, Риф Тривелс, Чемпионат Мира и все равно остались в Алдкар Тривелсе, так как Team Elite не заняли последнее место. Я не знаю, когда Гамбиты выиграли Риф Тривелс, Чемпионат Мира, ты имеешь в виду Гигабит Маринцы? Гигабит Маринцы ни хрена не выиграли на Риф Тривелсе, ни хрена не выиграли там. Кто не в курсе, вообще-то Гигабит Маринцы проиграли Риф Тривелс. Это для тех, кто у нас в танке живет. Когда было сражение между Вьетнамом, тогда, ну, это был не вьетнамский регион, а GPL регион, Японцы, GPL и Новой Зеландия, Океания, которая. Океания заняла третье место на Риф Тривелсе, Гигабит Маринцы проиграли Японии. Япония заняла первое место на том чемпионате. Опаньки, все, что такое, как так работает? А вот так вот работает, ребят. Так что там все по справедливости. А то, что они там прошли в группу, да, молодцы, конечно же, сыграли неплохо, Гигабит Маринцы, но регион-то весь отстойный. Надо же, чтобы регион продвигался, а не одна команда. Когда примерно Риф Тривелс. А вот даты уже объявили, по-моему, 6 июля, если я не ошибаюсь. Вроде же была объявлена дата. Надо посмотреть будет в расписании. Но в следующем месяце, в общем. По-моему. В конце следующего месяца и начало июня. 26 июля или что-то такое. Вот как-то так. Там с 26 по 6, по-моему. Ну, там у разных регионов свое время будет проводиться. Вроде в этом году Риуты сделали так, чтобы они не пересекались друг с другом, как это было в прошлом году. А то вы помните, мы не могли посмотреть все регионы из-за того, что корейцы играли в одно время, вечером играют уже европейцы, а ночью играют американцы. И мы из-за этого с вами выбирали, что смотреть. Потому что, ну, 24 часа. Сидеть и стримить это невозможно. Килл возможно провести. Олиха пытается еще убить. Правда, Олих в ответочку прописывает сам, пытается убежать. Есть ли у Хюлисанга еще пассивка? Нет. Реклас вместе с Хюлисангом делают килл на дабл-лифте на тристане, ребят, против Сивирки. Я не знаю, что происходит с командой Team Liquid, но это не та команда, которая выиграла чемпионат Америки. Это и по механике не та команда, и по пикам не та команда, и по фарму не та совершенно команда. Давайте смотреть повтор. Сделал Олих инициацию, застанил, и в ответ сейчас просто прыжочек на крипа, автоатака Кушка, Игнает, и дальше умирает Тристана, потому что не успевает среагировать вовремя и отпрыгнуть. Кто кого в лейте? Да, давайте посмотрим сейчас по подсчетам очков лейтгейма для каждой из команд. Перебор с физическим уроном у команды Фанатик, но при этом у них есть три танка с подкидыванием и резалка армора, не забывайте, еще есть у Сиона, это тоже очень важно. У команды Team Liquid хороший сетап, у них есть тру дамаг, подкидывание, есть инициация, есть АД керри и есть мидлейнер АП керри. Я бы отдал за Team Liquid, чуть-чуточку лейтгейм за ними, отдал где-то 55%, даже меньше, наверное, 53%. Здесь нету каких-то прям гипер лейтгейм чемпионов, ну, типа, кроме Ясу, но с таким же успехом Азир с ним сравнивается в лейте. Ой, тут импакты, большие проблемы, но нету еще шестого левела ни у кого из игроков, так что Тауэрдайв вряд ли они организуют, да, отступают просто. Но сняли флэш, с импакта тоже неплохо. Так вот, вернусь к мыслям. Получается, на топе равенство, в лесу преимущество Трандла, на миде равенство, на боте преимущество Тристана над Северкой в лейте, просто потому что она мобильней, ей легче будет отыгрывать. Северка сама очень хорошая, она комбинируется со своей командой шикарно, но там Северке придется сражаться с Чагатом. Самые вот проблемные моменты для Северки, когда ей приходится сражаться с танками. Она, конечно же, хочет как-то их проигнорировать и выйти на более слабые цели и по ним давать с рикошета урон. Но когда ты обязан будешь все же сражаться с Алистаром и Чагатом, тут Северка и проседает. А у Тристана как раз больше свободы действий. Так что чуть-чуть я дам преимущество здесь за тем ликвидами в лейте, просто потому что у них разнополый урон. У них есть и магический, и физический, а у фанатиков нет такого. То есть тот же самый Олих, купив Локет с нинджа тапками, но он вряд ли будет нинджа тапки делать, там будет ромящие ботинки. Ну, вы понимаете, я имею в виду, что хоть какой-то армор каждый из игроков соберет, это уже будет плюсово. О, это ганг из моего соло-ку был. Это был ганг из моего соло-ку, причем я в этот момент был саппортом, браумом, и посмотрел, как гангует моего Ясу. Но есть четыре подкидывания для Ясу, это, конечно, шикарно. Я согласен, здесь сетап очень хорошо под него выстроен. Олих дает флэш, подкидывание по Рекласу. У него есть еще ешечка. Он будет сейчас давать автоатаку, чтобы заставить, и Реклас помирает. Правда, умирает он от рук бедного Олиха. И Олих еще один килл надо делать, но дабллифт стилает у коровы этот килл. Мясо почувствовала, мясо команды Team Liquid. Сделали на боте они кельцы, а вот фанатики что-то как-то замудрились здесь. Вышел ганг на мид, они видели его. После этого по какой-то причине Севирка вместе с Браумом пошли встречать этого Олафа, который с ганга шел. Я не понял, зачем они пошли встречать Олафа. И, понятное дело, они в численном меньшинстве оказались. Они только что... Фанатики видели, что было больше игроков команды Team Liquid здесь. Ну и отдали просто так два килла. Кстати, Ясо может дать... Да, может дать на ульту Ясо на кубок Трандл. Так что Трандл тоже является чемпионом для Ясо. Доброе мясо, злое мясо. Какая разница? Что скажешь про сборку Берса, Ясику и Севирки? Севирке, скажу, это плохо. А вот... Ну, ей надо было просто идти в Сенс Ривер, как она и собирается. Собирать КДР и не париться по этому поводу. Куда ей эти ботинки? Со скоростью передвижения у Севирки никогда нет проблем. А Ясо это уже много раз сегодня видели. Тоже. И вчера видели. Все собирают Берсерки на линии мид. Обратите внимание. На мид. Именно для того, чтобы быстрее возвращаться на линию, нивелировать то, что у некоторых оппонентов на миде есть телепорты. И, конечно же, таким образом ты избегаешь гангов. Но Капс верен себе. Видите, он снова играет с Игнайтом. Пабелтер, например, сегодня играл с Клинцем, а вот Капс продолжает играть с Игнайтом. Как раз таки Ясо. Собирается он сплитпушить всю игру против Пабелтера и пытаться его убивать один на один. Ну, да, вот там правильно Бенуэль пишет. Он говорит, что Рэкклс всегда стакает, а так спит. Это его фишка. Согласен тут с тобой. Именно от Рэкклса я очень часто вижу Берсерк-ботинки. Частые, быстрые. Ну, то есть Берсерки-то покупают многие. И иногда даже всегда покупают Берсерки, даже на тех чемпионах, где не особо это нужно. Например, Варуса ему не обязательно это брать. Но вот Рэкклс, он тот человек, который их всем берет, и причем всем первой покупкой. Я не считаю это правильным. Ну, то есть надо иногда, конечно же, варьировать свой билд-ордер в зависимости от того, какую линию ты играешь и против каких чемпионов. Суммарно тебе надо играть и на каком, конечно, чемпионе, тоже важно. Но вот Рэкклс, он такой. Это его личная фича. Личная фишка. Кинь в какой команде, чего? Что, кто в какой команде? Сейчас Клинц не нужен уже, по сути. В этом матче, ну, Харцец и нет такого прям жесткого команды Team Liquid, но все равно Сайланс от Чагата в тимфайте надо бы снимать, конечно, Клинц. Это может сильно помешать. И не забывайте про Алистара со Станом. Ну, так, конечно, нет. Здесь никаких райзов с Рун Призеном. Нет никаких, кто у нас в той игре был, почему собирал по Белтер Клинц. Не помню. Но, кстати, Дракона забирает второго подряд уже команда Фанатик. Сразу здесь паровозик едет, но по Белтер уворачивается от паровозика. Но не выглядят Team Liquid той самой команды. Я, честно, расстроен. То есть я, например, доволен тем, как сыграла команда Гамбит на чемпионате. Не был так сильно расстроен. То есть они прошли Wildcard регион именно так, как должны были пройти. То есть показали всем, что они сильнее Wildcard команд. Поборолись немножко с флэш-вульфами. В первых двух играх третью провалили. Но тут многие проваливают флэш-вульфом игры. Например, все. И у флэш-вульфов уже семь побед подряд на этом чемпионате. И самое смешное, что Ясу сейчас могут убить. Вот что смешно. Продон. Рывок, 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 Ешечка. И тут за ним погоня ставит стеночку. Отфлэшивается от Олиха. И там кубок был. Еще Броксу поставил. Классно сыграл у нас Капс. Капс просто лучший Ясу пока в мире. Ну, потому что в мире больше никто Ясу не играет. Поэтому Капс лучший. На чемпионатах он Ясу. Прямо такой загляденье, я бы сказал. Ну, так вот. А я вернусь к Гамбитам. Еще раз. Они проиграли флэш-вульфов, которые никому не проигрывают. Более того, у команды флэш-вульф некоторые игроки вообще еще не проиграли в этом году ни одну игру. Но как бы их не перехвалить, кто не помнит, к прошлому чемпионату мира, к 2017 году команда флэш-вульф прошла свой чемпионат со статистикой 18-0. А по играм была статистика, по-моему, 37-2. Более 98% финрейт, короче говоря. Приехали на чемпионат мира и не вышли из группы. Вот такие дела. То есть, понимаете, как бы я их не хочу перехвалить слишком сильно. Поэтому мало акцентирую вам внимания на то, что флэш-вульфы в этом году тоже непобедимыми выглядят, как и в прошлом году. Только в прошлом это было грустно. Азир минус 22 фарма. Да, и Азир это тот чемпион, которого сами взяли Team Liquid против Ясова. Учитывая, что Побелтер играл на Ясова, он должен был понимать, какого чемпиона лучше было взять против него. Иксмити пришел помогать Капса запушить, но в итоге запушат Иксмити. Сейчас на фонтан это килл. Уже не уйти. Ясу отдавали килл. Было видно, как фанатики отдавали килл своему Хасаги. И он его получает. На топе подставания есть. Это та же самая линия, как, например, Чегат против Маукай. У Чегата обычно есть преимущество 15 фарма, но здесь чуть больше вышло. А в этот момент у нас решили фанатики, ну, закрепить преимущество, взяв Геральтку, но не вышло. И импакт пошел мешать. Им дает Сайланс. Попадает. Кто не знает, Сайланс через стенку проходит. Прилетает у нас Сион. Дает подкидывание. Еще один килл за командой фанатик. Побелтера дает подкидывание. Не дают ему убежать на солдатиках. Он дает ульту. Откатился у него прыжок. Нажимает его. Олих подходит. Дает выкидывание. Бивиппо. Ну, и можно Геральтку снова пойти забирать. Либо уже пойти запушить, так как они все равно топера убили. И вернуть немножко Бивиппа в игру. Вроде Ясу они играли в конце сезона. Нет. Ясу играл Перкс в конце сезона. Из команды G2. Он обещал, что сыграет в этом сезоне тоже Ясу. Он обещал в прошлом сезоне, кто не помнит, из команды G2. Перкс в одном из интервью сказал, что он обязуется перед своими зрителями сыграть Ясу хоть раз за сезон. И он сыграл его в последней игре 2017 года. Когда уже для G2 было все ясно, что они не выйдут на чемпионате мира из группы. И в последней игре он сыграл Ясу. И они одержали победу. Тяжелую, но одержали. И для меня Перкс стал мужиком. Ну, то есть как бы мужик свои слова подтвердил. Ну, а в этом году он заранее уже сыграл за Ясу, чтобы не тянуть это до чемпионата мира. Ну, а что касается Капса, он не играл еще Ясу. Вот сейчас показывает вторую игру на нем. Пострадал он сейчас на линии. Его тут похарасили очень сильно. И он просто зарабатывает опыт. Ну, а импакт попытался помешать, но ему не повезло. Пробежали Брокса вместе с Капсом наверх. И Геральтка переключилась на Чагата. Ну, и дальше они, конечно же, вдвоем еще против Чагата сражались. То тоже зарешало. И потом Бивип раздавил его. Показывают нам Капса статистику на MSI. Видите, чуть ли не лучший медлейнер. Ну, никак. Что значит чуть ли? У него только по урону. Второе место. Первое принадлежит Мэйплу. Но я вам говорю, что мне кажется, Мэйпл сейчас номер один. Мидер, по крайней мере, по MSI. Номер два это Капс. Причем они с большим отрывом оба идут. Все остальные, они вот как-то рядом друг с другом находятся. Но им далеко до уровня игры Капса. Именно вот на чемпионате. А самый слабый Варзон. Который больше всех говорит, но меньше всех пока делает. Вот Варзон из команды Эвос. Ну, совсем что-то какой-то тухлый игрочок. Ну, а Па Белтер, видите, проигрывает. Причем жестко проигрывает Капса. Ему нужна постоянно помощь. Ты за кого болеешь? Ну, в данной игре, наверное, я за фанатиков буду немножко болеть. Потому что я не хочу, чтобы с такой игрой Team Liquid выигрывали. То есть, ну, я вижу, что они не кокучие. Плана нет. Просто бегают по карте. Надеются за лайтгеймом что-то там затащить. Но это не то. Иксмит сейчас опять поймали. Он же не первый раз так спускается неудачно. Ирекласс нажал ульту. Ну, ладно. Играчок трешачок. Варзон самый сильный. Тысяча отжиманий. Это вам не шутки? Ну, так-то да. Он сказал в интервью, что он считает себя самым сильным игроком на миде среди всех мидеров MSI. Потому что он может сделать тысячу отжиманий. А они вряд ли могут. Ну, Капс по тренице, я думаю, тысяча одно отжимания будет делать. А пока у нас 3-2. Не такое большое преимущество команды Fnatic. Но у них есть план на игру тоже. Свой собственный. Они собираются играть через ускорение Северки. Врыв. Тройное подкидывание. Где у Ясу свободный урон будет. Ну, а Северка как-нибудь там уж справится с Чагатом. А что же касается команды Team League. Им нужно было сейчас на линиях побеждать. Один игрок с этим справился. Остальные как будто в нас уковыряют. Ну, что это? А вот и худший. Ой, боже мой. Нет, только не так. Знаете, есть такие моменты в жизни, когда ты понимаешь, что ты умер. Но только не так. Пожалуйста. Только не так. Именно так и происходит. И Олег пытается здесь спасти импакты, который сюда прилетел. И уже пожалел, что сюда прилетел. Хюльцанг за ним прыгает. Хюльцанг попадает под вышку. Но можно будет как-то помочь ему, наверное? Нет. Не помогут. Чагат его съедает. Ой, боже мой. Дабл лифт. Худшая декерия этого MSI. Пока что. После первых двух дней. Просто ужасная игра. У него столько вариантов было действий. И он выбрал худшее, что можно было. Фэйсчекнуть кусты и флэшнуться в оппонента. И перепрыгивать через стенку, где тебя еще могут бить. Вместо того, чтобы отфлэшиться назад и отпрыгнуть назад. Дать ульту по врагам. Вариантов... Ну... Ладно. Не будем его судить строго. Но такое бывает. Показали нам повтор. Дэлифт флэш, да. Хюльсанг здесь, наверное, переиграл слишком. Он продолжил погоню. Но по Белтеру его тупо кинул под вышку. И забрали дальше через Чагато ульту его. Чагато, кстати, так достался. Но в этом году Дабл лифт переиграл всех американских как раз АД Керри. И с точки зрения Америки он был реально сильнейшим АДшником чемпионата. Итоговый результат. На протяжении всего чемпионата там были и другие АД Керри, которые могли с ним побороться. Но вот плей-офф все расставил на свои места. В общем-то, в Европе была хуже ситуация для Реклоса. В том смысле, что у него вообще не было конкурентов. Ни во протяжении сезона, ни в плей-оффе. Он сразу был лучшим и лучшим и остался. Но вот именно на этом чемпионате оба этих АД Керри не могут даже со Слеем что-либо сделать. Игроком команды из Эвос. А это, я уверен, даже не лучший вьетнамский АДшник. Пабелтер переиграл всех АД Керри. Дабл лифт. Да, дабл лифт, конечно же, я оговорился. Звен лучший АД Керри Америки. Но когда Звен сможет научиться фармиться и не умирать по 4 раза за игру, может быть он станет лучшим. Но уровень игры Звена вместе с Митей упал катастрофично. Либо это связано с сезоном, ну, мета им не зашла. Либо это связано с тем, что акклиматизация идет все еще в ТСМ у них. Но больше похоже на звездную болезнь такую. Знаете, то, что они добились того, чего хотели в жизни, попали в американскую топовую команду и теперь можно расслабиться. А до этого они постоянно как раз трудились, чтобы туда попасть. Сейчас они расслабились и показали просто никакую еще игру в Америке. И ТСМ во многом благодаря им проиграли чемпионат без шансов. Звен топ-1 ладера, но не АД Керри. Ну да, вот топ-1 ладера это пожалуйста. Это американский сервер. Вперед с песней. Найтблу тоже там был топ-1 ладера. Но что-то я не вижу Найтблу на чемпионате. Они в одной из команд. Соло-кует, соло-кует. Кстати, ошибка здесь от команды Тим Ликет. Не первая уже в жизни их. Минус Олег сейчас произойдет. Побелтер бросает свою команду. Говорит, да идите вы к черту. С такими условиями я не готов. И как же классно отыграл Коапс. Убьет ли он до Баллифта. Игнает там даже дожарил. Дожарил немножко. Он двойной подъем. И у нас 8-3 становится счет. И по-моему опущенные ручки. Я бы так это назвал. Игра команды Тим Ликет сегодня. Это опущенные ручки. Все ожидали по расписанию матчей, которые были сегодня с утра. Фанатикам играть первую игру против команды Кингзон. Вторую игру против команды Тим Ликет. Казалось, что в опущенные ручки запишут себя фанатики. Проиграв игру Кингзоном в разгроме. И потом попадут под обозленных американцев. У американцев обычно, кстати, статистика очень хорошая против европейцев. Они суммарно, по-моему, сейчас то ли 28-16 в пользу Америки. Как-то так такое статус. Ну плюс 60%. 65-60% в пользу американцев. Побед. Нежели у европейцев. Это вот статистика мировая. Ну а что касается... И результата. Опущенными ручками оказалась команда Тим Ликет. Вообще не хотят играть. Какой-то конфликт команды, может быть, произошел. Нам-то все не говорят, что там происходит. Но какой-то непонятный табор дайв сейчас сделали. Вместо стандартной игры подпушиваем медлейн на топе Северка. Хоть и отпушивает, но не так страшно. По деньгам мизерное отставание. Я с тобой согласен. По деньгам или деньгам здесь всего лишь отставание 2000. Это легко отыгрывается. Но не с игрой, где вы не пытаетесь даже. Они даже не пытаются. Они просто наблюдают. По-моему, пытается только импакт. Со стороны так кажется. Хотя он же и виновник того, что проиграл предыдущую игру. Его Кан уничтожил один на один. Ой, не Кан этот. Кто его уничтожил? Блин, забыл, с кем они там играли. А если у команды совсем все плохо, она может досрочно тратить по своему желанию? Нет, так, конечно, не делается. Они будут играть до конца. Другое дело, что у вас есть пять дней. Вот, в течение этих пяти дней играйте. Лягте спать пораньше сегодня. Завтра без тренировок, допустим, выйдете и сразу сыграйте в открытую. Много чего можно придумать. Let me, let me, да, его победил. У нас здесь... Ну, что это? Ну, какая-то неплохая, неплохая все же игра получилась. Поздновато телепортацию у нас нажимать Сиона. Он решил не делать. На секунду мне показалось, ну что это? Вы видели? Я просто видел, что там медлейн у них падает. В этот момент падает бот-лейн. А они делают инициацию в одного Ясу. И обменяли Ясу на три вышки. Две вышки уже сломаны. Возможно, сейчас еще третий упадет на медиа. Они ее спасают. На боте они тоже ее не спасли. Минус три вышки за одного Ясу. Ну, не знаю. Ясу, конечно, сняли шатдаун, но при этом еще Капс не доиграл. Чутка он мог чуть лучше там отбегать, мне кажется, этот момент. А так по Белтеру успел до него добраться. Тристан заработала килл. И, кстати, дракон. А вот это вот хороший ход. Тем ликвидом проперлось драконом по времени. Он уже здесь стоял как две минуты. Просто его не забирали фанатики сами. И вот сейчас тем ликвиды добрались и сделали себе инфернал. И такой мини-камбэк организовали. Еще Олаф же умер. Подожди, Олаф умер? Я что-то пропустил. А где Олаф умер? А, вот Олаф. Он что, умер? Ну-ка еще раз. Олаф кинул топор, попал. Побежал в открытую. А, ну да. Да, он сейчас умрет. Подкидывание. И Олаф умирает. Да, этот момент я упустил. Это килл в килл размен, получается. И минус три вышки. Но зато инфернал забрала команда тем ликвид. Да. Тут классно сыграл, получается, Капс. Перед смертью успел забрать Олаф. И я что-то подумал, что Олаф остался в живых. Он же сделал инициацию. Но он же и умер за это. Комментаторы там рассказывают, что Чигату нельзя уже идти даже против Ясу. Хоть у тебя есть там торнмейл часть. Хоть у тебя есть уже нинжа тапки, но Ясу сейчас уже настолько расфиджен, что он тебя будет все равно в соло убивать. Ясу сейчас идет, кстати, в БТ. После БТ он будет собирать Фрозен Маллет. Ну и дальше, наверное, доберет QSS. Будет куча лайфстила. И при этом никакого страха того, что его законтролят в тимфайтах. Ну посмотрим, как он будет полный билд делать. Пока даже нет особой паники. Куча подкидываний. Теоретически фанатики могли бы даже сейчас сделать Тауэр Дайв. Но они решают сыграть аккуратненько. У них есть возможность в любой момент, как только на Шор появится, сорваться к нему. Ну сейчас еще на Шор не появился. Капс специально не пушит сразу линию. Обратите внимание. Он хочет, чтобы одновременный пуш произошел и мидлейна, и топлейна. Чтобы немножко разделить команду тем ликвид. И тогда будет проще. Потому что Ясу сейчас может убить один на один любого. А эта четверка в любом случае может пропушить. Тут валик на хекс флэшах выпрыгивает забавненько так. Они закончат до фулл билда. И это тоже может быть. Ясу может не доберется даже до полных предметов. Он видит они Сиона. Но что-то как-то страшно в Сиона здесь так влетать. Обходят его. Какие-то пары подкидывания. Еще одно подкидывание. Это все, что есть у команды тем ликвид. Они не сбили даже W Сиона толком. А чегата Алистара Азира Энни Вейн не поможет QSS. Ему нужен QSS, чтобы снять с себя Сайленс. Сайленс и получить ускорялочку. Чтобы пассивка работала лучше. Поэтому Ясу его собирает. Но он может и без него обойтись. Я думаю, может даже, учитывая, что это чемпионат, он возьмет Гардиан Энджел. И скорее всего вообще возьмет Гардиан Энджел до Фрозен Малета. Сейчас возьмет БТ, а потом... Да, Гардиан Энджел. Вот так вот он решил нивелировать всю эту идею соло-кушную с Фрозен Малетом и QSS. Просто взять и собрать Гардиан Энджел. Ты бессмертный, тебя убить нельзя. Подпушивают фанатики по ботлейну. Капс рядом с Сионом. Там есть открытый ингибитор. Пока они просто ждут на шорт. Через минуту он появится и к нему надо будет идти. Просто в этот раз нужно именно фанатикам не потерять этого Инфернала, потому что они первого потеряли, немножко расслабились, конечно. Не стоило отдавать здесь Инфернала. Надо было контроль карты продолжать сдерживать. Все, он дал ульту. А что это было, Импакт? А почему ты находишься вообще за три экрана от своей базы? Это, по-моему, это игра, ребят. Это игра, все. Импакт просто куда-то... Это минус два ингибитора на шор и игра. Все. С точки зрения шахмата это игра. Я не знаю, что должно произойти, чтобы фанатики проиграли этот матч. Только что Импакт просто выкинул игру. За три экрана от базы ушел к устам, где, очевидно, может быть ловушка. Но даже если ее там и не будет, какой смысл тебе так далеко уходить? У тебя есть телепорт. Стой просто под вышкой своей. Ну, вышки, которой нет. Стой под ингибитором своим. В замкнутом пространстве, если будет подниматься команда фанатик, тем ликвиды подойдут, будут защищать. Просто конец игры, все. За нашора воевать не смогут сейчас тем ликвиды. Их четверо. Да, они сейчас позовут чеката на телепорте. Ставится варт, варт сразу отключается. Пинг поставлен был сюда. Прыжочек идет. Дабл лифт. Идет дальше подкидывание по Би-Випу. Би-Випу вроде мучают. Идет первое подкидывание. Второе подкидывание. Капс продолжает делать нашора. В соло ему как бы неинтересен. Матч этот, потому что он считает, что они успеют его сделать до конца. Но это немножко тоже несговоренность команды. Если воюем, то воюем. Если делаем нашора, то делаем нашора. Почему два каких-то решения принимала сейчас одновременно команда? Ну, именно поэтому эта команда идет со статистикой 1-2, а не 4-0, как команда Флэшвульф. Либо там 3-1 хотя бы, как команда Кингзон, потому что те команды принимают решения до конца, ведут уже мысль свою. А здесь, видите, один зачем-то делает нашора, продолжает не отпускать его, а второй игрок уже сделал инициацию. Чтобы тебя не поймали. Там спрашивают, зачем было стоять там Чегату. Чтобы не поймали, так и не убили. Там же база тебе только принадлежит. Ой-ой-ой, Олаф, ты куда зашел? Не в тот район. И по Белтору. Доблкилл. Это Реклосу пенто идет. Наша любимая пенточка для Реклоса. Все к ней привыкли. Треплкилл Реклос. Гонится за Олихом. Олихо останавливает. Квадрокилл за Реклосом. И даблелифта надо ловить. Но двойной подъем не хочет сдаваться. Он сражается, убивает Хельсанга. Капс его встанет. Держит его поодаль. И коммунизит. По-настоящему. По-мужски. Реклос улыбается, но сквозь слезы. А Брокса ржет, потому что он сам хотел это сделать. Коммунист Капс. Как иначе его назвать? Реклосу пенточку не дали. Ну ладно, ладно, ладно. Прощаю. Пиво с тебя, в общем, говорит Реклос. Сегодня они заслужили пивко. Напоминаю, что была такая ситуация с командой такой, как Мисфит. Они после матча, когда они выигрывали какую-нибудь серьезную команду, всегда рассказывали, что тренер их в ресторан водил. Тренер им говорил, что первый раз этот мемасик появился у команды Мисфит, им нужно было выиграть плей-офф-матч какой-то. И они проигрывали в серии 1-2, летели. И он сказал, если мы выиграем этот матч, я выставляюсь в ближайшем ресторане. А ближайший ресторан оказался Макдональдс. И он им выставился наггетсами там. Он это рассказывал, это была история. Ну и потом этот наггетс-шутка еще держалась. Мисфиты за еду играли, можно сказать. Только мотивировала их еда. Ну вот, возможно, фанатики тоже переняли, учитывая, что сейчас Германия за сарделечки, за пивко гоняют. Ящик поставят, да. За то, что пенту застилил, надо ящик ставить. Согласен с тобой. Ну а так, за фанатиков я рад. Вот, хорошую игру показали они против Team Liquid'ов. И вообще, сегодня хорошую игру. Совершенно другая игра. Рекласс, мне кажется, все лучше и лучше начинает играть. С каждым матчем все заметнее и заметнее. Уже, наконец-то, соло-килл на линии. Победа на линии произошла. Против Кинг-Зонасов он хоть и проиграл линию, но команда его вытянула за собой. Капс именно вытянул. Ну а вот сейчас он даже победил дабллифт. А дабллифт оверрейтед получается. Переоцененный какой-то игрок. Слишком много ошибок. Вообще никакущая игра. Сетапы делают команды Team Liquid неплохие. Это не то, чтобы полный провал. Кинг-Зоновцы. Вот сегодня была худшая команда по банам пикам. Она проиграла оба бана пика, по сути, команда Кинг-Зон. Ну, первую игру фанатики одержали над ними все же победу. Ну а во второй Эвосы не смогли. Ну, Пенат там сказал, что будут работать над ошибками сейчас сидеть делать. И завтра мы увидим наверняка другую команду Кинг-Зон, более агрессивную или более пассивную. Не знаю, в какую сторону они себя направят. Я бы направил их в пользу агрессии. Потому что с агрессией у них лучше получается играть, нежели с пассивностью. Завтра у них предстоит игра против команды Flash Wolf. Это матч за первое место будет. Давайте расписание вам покажу. Чтобы вы знали. Это уже будет завтра. И вот оно, расписание. Первая игра у нас опять Team Liquid. Не успели они проиграть четвертую свою игру, как им светит поражение в пятой своей игре против китайских чемпионов. Потом у нас фанатики наконец-то имеют легкую разгрузочную игру, где можно чуть-чуть расслабиться. Но надо не зевать. Не зевать. Эта команда может с шилом таким зайти со спины и проткнуть, как Team Liquid. Ну, правда, Team Liquid сами виноваты. А вот Kingzone'овцы, ключевая встреча в центре дня. Ну и потом второй круг начинается. Второй круг стартует. Видите, с чего? Kingzone'овцы с Team Liquid, Flash'и с Эвосами и RNG'и с фанатиками. Это все нас ждет завтра. Ну а пока мы идем, ребят, с вами на небольшой перерыв.